добрый вечер дорогие зрители сегодня мы с еленой порецкой обсуждаем интересную тему эффект остановленного согла сознание хроническая усталость порча сглаз как это все снимать и так далее добрый вечер елена расскажи пожалуйста привет маргарит всем привет что такое эффект остановленного сознания но тема моментов которые уже говорил на своем ю тубе и я хотела бы и вот здесь тоже осветить так эффект остановленного сознания это мой термин я сама придумала исходя из определенных ситуационных моментов с людьми это когда у человека вы наверное каждый сталкивались до что это бывает у каждого человека но также это было это либо определенном состоянии когда как бы есть люди которые не развиваются и допустим попадая в сферу влияния таких людей вы становитесь как бы особенно если люди более влиятельны по энергиям да они вас подавляют ну допустим это родственному могут быть старшие родственники да и соответственно у вас получается подобный же эффект то есть вы как в болоте да как бы некое болото такое понимание того человека кто вас держит в определенном состоянии вы не можете из этого выбраться то есть и здесь существует принцип либо как бы вы кого-то ведете за собой либо вас кто-то ведет за собой то есть либо вы идете равноценно это третий вариант самый лучший да где вы дополняете друг друга в любом случае любые подавления когда вы за кем-то идете и кто-то за вами идет да это подавление нету и как-то сразмерять степени развития там в брачных партнерских деловых отношениях потому что каждый обладает своей компетенцией в чем-либо да например и всегда существует обмен энергии принцип как бы учитель ученик он везде присутствует в итоге получаются люди как соученики то есть обучающие друг друга по жизни если этот принцип сохраняется туда но опять же иерархичность в отношениях должна быть тоже иногда вот так вот эффекта в чем опасность эффекта остановленного сознания это когда люди зацикливаются на определенном мировоззрении например да там или на определенном состоянии своего развития вот там где их остановила в какой-то момент времени или кто-то остановил да это может быть элемент порчи или допустим это была ситуация какая-то или человек уже возрасте и как бы дальше он она не видит перспективы и допустим или идет подавление мужчины и женщины обычно это во взрослых парах да где мужчина патриархальные соответственно женщина всегда там подай принеси сбегай отнеси да как говорится его если вы допустим замечали да вот общаясь с разными людьми допустим вы можете попадать под логику их сознания и когда вы чувствуете что вы попали в логику остановленного сознания то я советую вам быть осторожнее потому что это во первых на вес идет и если это ваши близкие родственники то вы подпадаете под это влияние потому что если это родители особенно то находясь в поле их сознания вы начинаете автоматически ну грубо говоря мысли через их сознание то есть вас поддавливает да выйти из этого достаточно сложно особенно если более люди слабые то практически если допустим таковые люди кто держит вас сознание более сильные то вас могут держать в определенном круге да как бы полномочий которые вам выделены и вы дальше этого можете не прыгнуть также точно существует поражение на результат да это пятый вид проклятия его вывела исходя из ситуационных моментов людей потому что существует три вида проклятия как говорится который в библии у нас написан до четвертый вид проклятия фраза жить своей жизнью до выговорить это человеку как бы обрубая взаимосвязь энергетическую и соответственно человек получается то что он вам там наготовил до или хотел наготовить и третий пятый вариант это то что я уже как бы разобрала в людях это поражение на результат то есть принцип остановленного сознания тут тоже присутствует то есть человека блокирует по определенным чакрам это может быть даже приворотная привязкой и человек не может сам развиваться и в то же время энергия уходит к тому кто привязал или приворожил остановка происходит сознание то есть человека зациклить всегда на этого человека то есть при принцип остановленного сознания или эффекта остановленного сознания существует во всех сферах неважно взрослого или маленький там где вас кто-либо попытался заблокировать ограничить не дать дорогу да там или завернуть на себя вашу волю по определенным чакрам чем-либо магические операции лет или что-то да и и соответственно вы как будто бы не можете выйти из этого круга то есть вы работаете допустим на кого-то ваша энергия уходит на кого-то или вы с кем-то живете таким же образом вас человек как говорится потребляет но при этом в таких вот странных отношениях обычно бывает односторонне да то есть если вы чувствуете что вас потребляют и вам ничего как говорится с этого нет вообще то есть даже элемента какого-то общения там или что то здесь нужно уже сделать выводы что у вас просто используют а то есть это обман в этом случае если это партнерские деловые и иные отношения я советую как бы скинуть до абстрагироваться единственное что эти для тех кого вы таким образом скинете кто воспотребляет для этих людей будет возврат на удары у чека резко все может рухнуть то на что что на вашей энергии было построено в какой-то промежуток времени рухнет либо постепенно либо сразу зависимости от а насколько вы бросить всю эту затею да а вот если ничего не бросает да допустим но есть обстоятельства где вот так как из этой ситуации выйти как бы да если у вас присутствует закрут на кого-то на что-то на какие-то обстоятельства дела здесь нужно просто абстрагируется свои дела то есть хотя тоже бывает сложно если люди с вами завязаны или человек с 200 процентов на вашей энергии то такое достаточно вам даже на 10 процентов сбросить свое свое внимание к этому человеку или людям моего тех людей произойдет какой-то форс-мажор то есть ту площадку которую вы удерживали допустим поддерживая или работая с кем-либо то есть там площадка это может рухнуть обрушиться да вот поэтому так поэтому эффект установленного сознания бывает когда наведенная порча да как бы была сделана на определенное направление человека и если это не снято то она углубляется усиливается потому что человек постоянно сталкивается с тем что у него в каком-то русле это что-то не получается и человек начинает вместо того чтобы снимать негатив и работать с этим да по выходу человек начинается еще хуже туда засовывать да как бы то есть человек не решает проблему а наоборот и ухудшает делаю фатальный соответственно не развивается не раскрывается тот потенциал который нужен и в итоге в бизнесе или в делах или еще где-то там в творчестве могут быть из-за этого проблемы да насчет вот тоже элемент в порча я много раз говорила да что когда кто-то что-то делает это цепляется по цепочке на то что же было сделано ранее то есть допустим сделанный приворот у мужчины там в юном возрасте там причем причем бывает мужчина который свои харизмы привязывать женщин использует их энергию за счет этого у них тоже начинается проблема с годами да как бы потому что вот эти привязки рвутся и как бы энергии который человек забрал у той женщины который допустим может ничего не дал толком а в итоге как бы боком может выйти таким мужчинам но это по здоровью бьет в основном а вот если допустим взять принцип что был когда-то сделан приворот то есть что сделала делать приворот тоже делать эффекты становленного сознания то есть человека зацикливает на определенной допустим ну я не знаю партнерша да если это мужчина или на определенном партнере если женщина ну или иные какие-то отношения тоги мы получаем опять же у такого человека повторение сюжет то есть некие грабли там появляется какая-то допустим но если взять мужчину да там дамочка который начинает разворачивать раскурочивает там какую-то семью да там и в итоге по сценарию там допустим это дамочка там много лет просто разрушает такие отношения я знаю случай где такие отношения разрушительные 20 и бывает 30 лет до там и семьи просто не то что не собирается человеку не идет тот партнер или то партнерша которая нужна а вот в каких-то подобных момент но вот этих негативных программ у людей кому был сделан приворот а обычно приворот снимается не сразу да у людей кому сделали порчу на какое-то направление дело там движение в развитии освобождается пространство при снятии негатива и идет соответственно развертка в том русле который был ранее заблокирована маргарит что же делать таких ситуациях как вообще выходить из этого есть какие-то ну прежде всего сами не зацикливает то есть существует принцип я даю на сеансах практики до который помогает выйти из этого ну на самом деле как бы все достаточно сложно потому что существует обстоятельства до которые сформированы нашими же мыслями да и нашими же построениями там визуализациями когда-то ранее сделаны и и бывает то что например когда-то ну например в отношениях должно было сбыться но не сбылось вдруг происходит чуть позже да вот ну в какой-то период и здесь идет либо отработка каких-то отношений либо допустим наоборот наработка этих отношений и переход в другой качестве более ну такое близко и еще тут существует другой принцип что если как бы человека остановила в каком-то этапе развития хуже всего что многие этого не понимают это сто процентов зацикливает пространство потому что люди живут в своих домах квартирах дачах машинах и прочим они постоянно крутят вот эти мысли обычно крутят негативные мысли что не устраивает человека как дырявой дороги до везде и соответственно это начинает усиливаться то есть чем больше люди начинают проецировать этот негатив вокруг себе в себе сначала да он потом распространяется энергетически ментальными такими налетами везде где этот человек присутствует где кидает свой взгляд и так далее там начинается элемент разрушения то есть по сути это эффект разрушительного сознания до людей которые видят мир через негативную призму так как сейчас у нас более гибкая все стало сознание работает то это действительно это очень работает очень актуально да я бы сказала я вот скольких случаях наблюдают да достаточно так интересно маргарит я так понимаю ты на своих сеансах помогаешь людям снять все эти эффекты и помогаешь то есть учишь выйти из этих всех ситуаций чтобы в дальнейшем они в них не попадали ну да я в какой-то степени давая разные наработки людям ну как бы да вот в зависимости от ситуации человека я на сеансе даю четыре основные свои наработки до практики и соответственно если надо дополнительные дополнительные это если например есть какие-то проблемы и там нужно что-то дополнительное да как бы а вот поэтому я к чему говорю что с помощью моих практик да можно выйти из этого состояния такое же состояние бывает когда например человек работает да в определенной сфере публичные особенно публичные люди от этого страдают и около них вечно крутятся как бы я сказала так энергетические нахлебники то есть люди которые на их если допустим это бизнес или какой-то влиятельный человек или влиятельные люди или просто там люди какого-то направления то вокруг нас всегда крутятся те кто хочет что-то поиметь ну так откровенно да то есть поиметь для себя там кто-то в деньгах кто-то в наработках кто-то в знаниях кто в чем да смотри какое направление и здесь чем круче там человек в каком-то своем статусе тем больше вокруг него такого ну грубо говоря таких людей потребительских да ну то есть это люди которые вам будут сегодня улыбаться когда вы в статусе а завтра когда у вас что-то пойдет не так они о вас даже не вспомнят то есть как не страшно но это присутствует да это это присутствует и поэтому когда вы добиваетесь какого-то уровня и статуса почему я говорю корону сразу кладите на полочку как только она у вас вырастает чтобы она рогами там не цепляла потолок а потом и небо да иначе потом начинается свертка да свертка опять же это то самое остановленное сознание то есть человек зациклился что он велик например в какое-то свое величие какая-то должность какое-то положение статус и человек за базаром не следит да например или за своим состоянием не следит или слишком кранова на себя ведет ну сколько таких случаев да там а потом происходит прыжок как говорится ну чем выше человек поднимается по олимпу тем тяжелее спускаться больнее так скажем падать и вот там вот снизу как бы начинается опять подъем вверх то есть это карма да как бы заноситься то никогда не надо вот и эффект остановленного сознания да допустим он тут же тоже срабатывает потому что если у человека что-то не получилось если человек зациклился на какой-то неудачу в каком-то своем направлении он тут же себя заблокировал на развитие в другом или в этом же то есть даже если что-то не получилось не нужно сожалеть об этом или например знаете как внутренняя глубинная обида что как же так на чем больше как это сказать человек допустим думает о потерянном тем больше он теряет еще то есть как бы сожалеть о потерянном ну что-то не сложилось там где-то что-то не надо надо всегда проанализировать ситуацию идти дальше Маргарита получается если человек успешен он как источник как аккумулятор энергии для окружающих притягиваются более обесточенные люди пытаются как-то подзарядиться получается да потому что когда люди добиваются какого-то популярности допустим чем чем естественнее путь развития человека в чем-либо чем больше человек вложил своих усилий для этого не затрачивая дополнительный ресурс там ну сами знаете раскрутка бывает разная чем чище путь человека в его подъеме тем сложнее свалить такого человека потому что у него своя наработанная платформа этого подъема и практически это то что нельзя отнять потому что это сделано через свой опыт это тот опыт который дает потом уровень понятия ну как бы за которые в принципе человек заплатил своей жизнью какой-то да там своим периодами жизни то есть очень редко кто у нас в этом мире никому ничего не обязан в основе своей многие добиваются чего-то с помощью там мужиков там которые грубо говоря да их там спонсирует там многие выходят стараются выйти замуж очень удачно то есть сами а люди не вкладывают или допустим за счет еще у кого-то кто-то куда-то что-то вложил то есть спонсорские вложения ну по сути то чистоты пути практически но не так уж много у людей да там вот ну я знаю людей кто сам поднялся да там я не буду фамилии сейчас называть имена да не хочу вот но просто сам факт что основная масса как бы людей поднимается за счет кого-то то есть за счет чьих-то ступенек и чем допустим харизматичный человек тем больше он на себя как гроздь навешивает вот этих нахлебников и бывает так что если еще человек ведомый ему в уши поют то он или она не могут различить кто есть кто рядом вот естественно существует принцип какой вы сам или какая вы сама такое вокруг вас окружение в принципе да там как бы если где-то косяки какие-то были соответственно как бы если допустим человек чистый внутри чистота помыслов и снаружи то к такому человеку меньше лепится люди которые готовы потреблять там или использовать как-то в минус этого человека потому что такой человек просто на своем сознании этих людей не не держит то есть да вот и то же самое существует если человек привык как бы действовать какими-то шахматными партиями то вокруг такого человека обязательно будут если это допустим харизматичная тяжеловатая женщина то она вокруг себя будет всегда держать исполнителей которые будут как бы шестереть то есть нету равноценности потому что ей удобно управлять такими да там ей не будет удобно чтобы кто-то рядом равноценно мог что-то делать там тянуть лямпу да в чем-то в каком-то направлении вот получается какая-то интересная история да у нас если посмотреть ну мы как бы не будем разбирать каких-то людей да если посмотреть на принцип развития ну человечества да и многих как бы вот когда ко мне приходят вот я или просто общаюсь где-то да я вот смотрю и я сразу вижу что из себя человек представляет то есть если человек фуфло ну как бы да понимаете бывает такое то ну просто я уважаю и таких людей за то что они там где-то продвинулись за счет кого-то но близко к таких людей я к себе не подпускаю например я да там а бывают люди подпускают и из-за этого у них косяки потому что как вот я во вчерашнем посте написала очень много бывает из-за неразорванных прошлых отношений неразорванные прошлые отношения порождают тоже остановочность сознания на том стереотипе женщина-мужчина который приходит к вам в жизнь здесь присутствует принцип как бы немножечко абстрагироваться да если у вас такой типаж попадается периодически да там как бы вот маргарит ну бывают ситуации немного наоборот когда допустим какой-нибудь бездарный начальник при этом ничего не понимающий ни в работе ни в жизни получил это место понятно какими можно путями да и он старается как раз таки подняться и выжить за счет своих подчиненных то есть он к ним подключается ну есть такие люди ну это да это такой человек есть такие люди как бы не секрет у нас начальники такие женщины и мужчины есть и особенно в гос структурах как бы и есть такой вот начальник присутствует если это полностью блоки блокируется это отрасль то есть остановленное сознание блокируется нет движения то есть если допустим приходит в город подвижный глава да у которого движение в голове да то есть человек постоянно в движение то и в городе будет движение Если в город приходит человек, который не видит перспектив, который в восстановленном состоянии сознания, то практически в городе будет остановленное состояние сознания, и это будет до тех пор, пока не сменится такой начальник. То же самое, сколько я знаю, тоже начальников, то есть сейчас вот как-то стало это меняться, но в принципе бывает еще такой момент, что вроде с одной стороны, если взять, например, кого бы взять примером-то, прям так этот губернатор-то наш на язык и просится. Если взять, например, нашего губернатора Воробьева, возьмем поименно, скажем, Подмосковье, то здесь движение присутствует, очень подвижный человек, очень харизматичное, но оно у него движение, которое останавливает при этом те процессы, которые, допустим, он пытается сам блокировать в том или ином муниципалитете, потому что вот так ему захотелось. И здесь, опять же, за счет этих остановленных городов, как бы энергетические там муниципалитетов, у такого губернатора могут быть проблемы потом по его карьере. Это 100%. То есть нельзя ничего останавливать, нужно движение. Как только появляется какой-то начальник или начальница, который блокирует развитие города, села, поселка, области и прочее, либо ведут не в то русло, через какое-то время у таких людей просто, а сейчас это убыстряется по определенным причинам, идет как бы возвратный удар. Это касается здоровья, это касается потом статуса, положения. То же самое как бы очень у многих мелких начальниц и начальников, которые там. То есть вот эти все места госструктуры, госучреждений, они очень тяжелые на самом деле по энергетике. Даже с точки зрения того, что они несут логику предыдущих владельцев этих кабинетов, которые накладывают свой отпечаток на тех, кто в этом был в кабинете ранее. И идет смесь энергетик. И только очень сильный, харизматичный человек, допустим, придя на такое должностное место, может перестроить все это. Либо с помощью таких людей, как я. То есть чистят пространство, убирают старую логику. Потому что, честно вам скажу, что представьте, там много лет, какой-то там 20 лет сидел какой-то человек в кабинете, например. Не буду пример приводить. Разные муниципалитеты у меня бывают на виду, так сказать. И особенно это были лет 10 назад взять. И я вам скажу, что энергия этих кабинетов, она тяжелая и ужасная. И дело не в ремонте даже. Дело в тех эмоциях, ощущениях и делах, которые делает этот человек, находясь на должности. Или женщина, мужчина, неважно. И здесь идет влияние. Я не предлагаю перестраивать администрации, как это сказать, дома, правительства или еще что-то. Я предлагаю просто элементарно работать каждому, кто приходит на какие-то места с энергетикой пространства. И в данном случае, по моей методике, да, нужно убирать это состояние. То есть перерабатывать. Но единственный момент, если вы действительно с этим работаете, а не пространство работает с вами, тот же самый эффект получается, понимаете. Маргарита. Да, интересная, конечно, тема. Вообще взаимоотношения на работе – это вообще тема, наверное, отдельной передачи. Потому что знаю многих, кто попадал в разные ситуации, когда за счет одного человека может спокойно функционировать целое отдел или служба. Ну, в основе своей так и есть. Практически, скажу по ряду муниципалитетов и работы администрации в городах, да, под Москвой даже, если взять и не только. В основе своей работает, ну, дельно работает 10 человек максимум. Если хороший глава, то, соответственно, работает команда этого главы, все остальные четко исполняющие, да. Но в основе своей всю работу по городу ведут именно активисты, как бы вот эти человек 10, на которых глава опирается, его люди, да, и все, или ее. Если, как говорится, глава не айс, то есть, соответственно, или, как бы, неважно, мужчина или женщина, и думает прежде всего о своем там чем-то, да, там, или вообще ни о чем не думает, или просто так получилось, что стал-стал главой. То есть, ну, как бы вот так. То есть здесь присутствует момент, что сознание человека накладывает отпечаток на ту отрасль, которую человек делает, вот и все. И, как бы, если у человека свернутое сознание, остановленное, потому что человек, ну, так видит, допустим, развитие чего-либо, то, соответственно, и структура, которую соблюдает этот человек, она будет точно в таком же состоянии. Потому что есть люди-формалисты, да, вот есть люди-формалисты. У них по бумагам будет все хорошо, а так будет полный, как это, редиский аншлаг, да, вот плохой аншлаг. То есть существует такой принцип, да, что как бы, ну, еще очень важно, конечно, какое место, да, энергетически, потому что тоже я проанализировала, разные вот города под Москвой, они абсолютно с разной энергетикой. И вот чем промышленнее город, тем тяжелее энергетика людей, тем она сложнее и въедливее, да, как бы, потому что люди бывают либо с металлическим уровнем сознания, металлизированные такие жесткие, либо с элементом ржавчины, то есть люди, которые все готовы разъедать. Это люди с негативным мышлением, которые вечно всем недовольны. Вот, и, допустим, более каких-то, везде такие люди есть абсолютно, да, там просто, допустим, там, где менее промышленная позиция какого-то городка, а там люди помягче. Там присутствует логика того, что в этом городе производилось или делалось, потому что если от градообразующих предприятия, допустим, заводы, то логика города заводская. И пока, например, логику города не перестроят, ну, например, в какое-то творческое направление, она будет жесткая, заводская, да, там, ну, например, да, если это, ну, какие-то швейные и прочее производства, то там будет более мягкое пространство, и люди будут добрее, да, вот, как-то так. Да, всё-таки образ того и мышление того, кто стоит наверху, очень сильно влияет на тех, кто ему подчиняется, и вообще на функционал, то есть функционирование той структуры, которую он возглавляет. От этого очень много зависит. Если у него действительно остановленное сознание, и он, скажем так, застрялся в своем болоте и вылазить не хочет, то, соответственно, всё вокруг тоже, наверное, такое. Ну, да, если вспомнить времена Хрущёва, да, вот если вспомнить поэтапно времена правления, начиная с Николая II, то можно чётко сказать, что вот сознание, а самое лучшее было, да, вот это правление, это Александр, да, отец Николая II, то есть, в принципе, там более-менее вот как-то всё развивалось, продвинутый человек был, да, вот, соответственно, всё, что пришло позже у него, как бы было с изъянами, да, там, ну, как бы, при всём том, что восхваляет советских вождей, там, ну, знаете, там, в чём-то плюсы были, а в чём-то и минусы, да, так же точно, как и везде. То есть практически, если взять сегодняшний период развития России, я считаю, он более благополучный, да, хоть есть сложности и трудности, несомненно. Опять же, они идут из 90-х, как вспомню, Ельцина, да, и так далее. То есть, если вспомнить Хрущёва, то это вообще, сколько он корову зарезал, перерезал, да, мясной отрасль под нож пустил, или там кукурузы всё засадил. Ну, какие мозги у человека, так было, как говорится, в стране. Ну, были какие-то плюсы, он по-своему там что-то сделал, там, хрущёвки вот эти, да, там. То есть нету абсолютного минуса. Всегда, кто управляет там каким-то государственным структурой, допустим, или страной даже, там, или регионом, всегда есть и плюсы, и минусы от этого человека. Абсолютный минус, только если сидит какой-то, ну, какой-то начальник или начальница, у которой вообще там остановлено сознание только для своего кармана. Ну, это уже, как бы, сейчас таких пресекают, да. Я очень надеюсь, что таких будет всё меньше и меньше. Ну, на самом деле, в бизнесе то же самое, кстати. Допустим, бизнес ведётся через каких-то людей обычно, или кто-то ведёт бизнес. Если вы стоите управляющего, у которого куриные мозги, то всё, бизнесу полное, ну, вы поняли, то есть, и ещё хуже, что такой человек может воровать, причём нещадно. То есть, особенно, если обороты в бизнесе хорошие, будет выводить деньги под себя любимую или под себя любимого и обманывать, допустим, хозяина бизнеса. То есть, здесь положиться вот так вот в бизнесе очень сложно на кого-то, там надо, ну, я знаю людей, как бы, которые они были, вот у меня там в Тверской области, там человек, да, ещё с какой-то там, вот люди в бизнес потом ушли, и, соответственно, я вам скажу, что человек там сам всё контролирует, он никому не доверяет. Но там и отношение к людям как грязь. То есть, в любом случае, в любом случае, любой результат в этом мире, как говорится, это ступенька к росту. То есть, и если человек занимается бизнесом, да, там, и как бы через призму своего бизнеса или направление, или статуса должности, видит окружающих, не замечая в них людей, то автоматом потом случается возвратный удар, как бы, да. Здесь присутствует такое. Но опять же, среди людей есть тоже люди, а есть нелюди, я вам сразу скажу. То есть, нелюди – это люди, это такие человеки, которые просто сами ничего не производят, но они будут обязательно там критиковать, завидовать и прочее. Таких очень много тоже. То есть, и здесь нужно тоже рассматривать вариант общения, если вы ставите кого-то к себе там на работу или куда-то, то подбор персонала, человеческий фактор – это самое сложное, что сегодня присутствует, потому что найти какого-то управляющего, на который ты можешь положиться в каком-то направлении, то есть невозможно, очень сложно, потому что, ну, люди склонны подворовывать, да, и как бы только если мировоззрение какое-то есть, если чего-то объединяет людей, где будет понятие кармы, что можно, что нельзя. Если это обычный бизнес, где люди не привыкли следить за базаром, ни в голове, ни в словах, то практически, ну, это будет вот, сначала оно пойдет-пойдет, а потом оно пойдет как бы в разные стороны, в зависимости от ментальности людей, которых набрали как персонал. Почему, кстати, служба безопасности всегда проверяет, сейчас всякие психологические вопросы, да, задают всегда людям, кто приходит куда-то работать, потому что тоже это очень важно. Ну, это все равно, что вообще хороший, ну, как бы принцип подбора в классы, в эти самые, в школьные, да, там принцип подбора в учреждения какие-то должен быть все-таки по принципу единения людей, ну, как бы, да, чтобы не было такого уж, кто в лес, кто под рова, потому что, если, допустим, человек другой направленности на должности или где-то там, или на рабочем месте будет сидеть и выполнять работу, которая ему не свойственна или ей, то человек будет заваливать этот процесс, это направление, и энергия без души, да, как бы вложенная в это направление, она будет, как это сказать, формировать негативную какую-то ситуационную позицию там, да, и в итоге, как бы, такие, ну, такие бизнесы, они потом могут обрушиться, даже если это в торговле, все равно. А в торговле вообще там существует ущемление прав, например, людей там копеечные, какие-то зарплаты бывают, и в итоге люди хоть и работают, но они ненавидят это, и идет уже откат, возвратный удар хозяевам самой системе, и потом вдруг эта система торговой сети может вдруг рухнуть, просто даже рухнет, и у хозяев будут проблемы. Маргарита? У нас еще заявлена тема про порцию из глаз, это тоже, видимо... Ну, здесь, да, я хотел сказать, что вот это остановлено, эффект остановленного сознания, он бывает еще спровоцированным, то есть, когда, допустим, на вас кто-то что-то сделал, навел порчу специально, или вас просто сглазили в очереди, или еще где-то, и вы получили вот этот эффект, как из него выйти, да, то есть самостоятельно сложно, потому что человек начинает крутить на те точки минусовые, и человек перестает замечать какие-то позитивные моменты в своей жизни. Здесь есть момент переключения, если вы умеете это делать на себя до этой ситуации, как вы ощутили вот этот косяк у себя, да. Если вы, допустим, сконцентрировались на себе вчерашнем, поняв, что сегодня вы где-то в очереди этот косяк получили, или не знаю, где там, в ресторане или еще где-то, или среди людей прошлись, то, соответственно, или подруга у вас там, или друг какой-то там не очень хороший, то у вас получается вот такой сбой, то есть вы не знаете, как выйти из этого, как немножечко идет состояние навеса чужого сознания на ваше, и вы как бы под этим видением находитесь. Здесь надо снимать, если уже очень жестко, да, то такие вещи надо снимать, и, соответственно, уметь потом в дальнейшем выходить из этих программ, потому что практика приворота, например, я ощущала на себе это несколько раз, она тоже имеет такое влияние, и как бы люди как по кругу бегают вокруг того человека, которому приворожили, да. Вот, поэтому здесь существует такой принцип концентрации на том, что вас до этого сформировало, то есть, ну, конечно, для тех, кто молодые, там сложно, люди окунаются в какие-то там отношения, там или где-то работают, и у них потом происходит зацеп и закольцовка на том месте, где они работали, допустим. Особенно, если местечковый город, человек начинает крутить в этом городе, и точки роста нет, то есть снимается все это непросто, да, то есть если вы почувствовали все состояние такое, ну, звоните на сеансы, пишите, да, либо пробуйте сами методом, опять же, восстановления себя прошлого, переформатировать это надо, то есть, ну, не у всех это получается. Маргарит? Как определить, что тебя где-то что-то зацепило? Когда ничего не меняется, когда ты находишься, ну, как бы в состоянии закольцовки, и тебя застоят, да, болот такой, и тебя тащат в ту область, которая присутствует, от которой присутствует воздействие, если, допустим, это приворот, да, а если это просто блок, да, то здесь как будто бы состояние как в банке, то есть у человека нету движения, и если люди слабые, они начинают деградировать, кто-то пить, вот, соответственно, первый признак, когда вдруг не схера тянет выпить, допустим, и начинает крутить по кругу определенных мыслей, где что-то было не так, то есть у человека начинает идти свертка, то есть это первый принцип, что надо постоять, остановиться и двигать дальше, потому что спиртное надо отложить, сразу скажу, да, оно не поможет, заняться лучше каким-то практиками, спортивными, йога, там, лыжи, например, если они еще актуальны, так как все-таки уже весна, вот, может быть, еще что-то, шахматы, например, вот, и в какой-то степени выход из этого состояния, он происходит, может быть, даже самостоятельно, либо, если у вас есть такой человек, как я, да, вот, я могу вытащить, я вытаскиваю, если я вытаскивала из этих состояний, я говорю сейчас, реальность, о которой, в которой я была, допустим, суббота, воскресенье, я четко поймала вот это состояние, не буду рассказывать, история страшная, но у меня был такой момент, ощущение, разница ощущений, потому что я постоянно человек движения, и здесь присутствует такой момент, что я это, конечно, поймала, но это не в минус там мне было, и не в плюс, это просто было необходимое состояние для понимания, я с вами вот сейчас поделилась, в субботу я записала тоже видео, ой, в воскресенье я записала видео, короче, Маргарита. Еще бывают моменты, когда самому человеку надо остановиться и понять, туда ли он идет, в принципе. И это уже другое состояние, это когда мы бежим, вылупив глаза, это когда люди не могут остановиться, идет постоянное движение, и человек должен все успеть, 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 вот в этом состоянии нельзя резко останавливаться, в этом состоянии надо периодически зависать в каких-то, допустим, я не знаю, местах, которые вам комфортны, и перезагружаться, как вот я это тоже сделала недавно, но в какой-то степени опять же возникает вопрос, если вы двигаетесь в каком-то направлении, которое значимо, то обязательно будут находиться люди, которые вас будут тормозить в этом направлении, я думала об этом, почему это делается, здесь как бы это идет из прошлого, это первое, второе, это неумение собраться, и третье, это когда у человека в направлении много поднаправлений, вот здесь очень сложно, в моем случае это вот тот пример, когда я в разных состояниях могу находиться, допустим, передача и материал, выдача материала, это одно состояние, работа с людьми, это другое состояние, работа в соцсетях, это третье состояние, там написание каких-то статей, книг, это вообще четвертое состояние, рисование, это пятое состояние, какие-то личные отношения, шестое и так далее, и вот это все, когда накапливается, то есть в моем случае, как бы у меня идет сильная усталость, и в этом случае, как бы мне нужна перезагрузка, сейчас я стала очень четко это понимать, что нужно как-то себя перезагружать, иначе при таком сильном сознании, которое присутствует у меня, я могу уже быть не созидателем, а разрушителем, но меня спасает, конечно, что у меня есть боевые практики, и я всегда могу найти тех, как говорится, в соцсети, с кем я сцеплюсь, и естественно, как бы использую эту практику в защиту себя, своего направления, или тех людей, чьи интересы я защищаю, и естественно, как говорится, у меня есть всегда выхлоп в боевом состоянии, то есть я не застаиваюсь, но это тоже отнимает время, потому что, ну, у меня на это есть еще одна практика, очень интересная, я даю на сеансах, вот сегодня я человеку это объясняла, как лучше делать, да, там, Маргарит. Мы уже 40, почти 5 минут в эфире, давай последнюю тему обсудим, возник вопрос про панические атаки, что в таких случаях может человек сделать? Да, панические атаки, это действительно был вопрос к Верентке, она попросила разобрать эту тему, на самом деле, это сложная очень тема, почему? Потому что она связана очень сильно с психикой, первое, второе, это то же самое, остановленное сознание на каком-то процессе, там, чего-либо, да, и третье, это родовые травмы, то есть это когда с детства родители неправильно воспитывали, вкладывали информацию ребенку, или агрессивную политику какую-то вели, или человечка вели в то направление, которое не его и не ее, в итоге у ребенка сформировалось состояние постоянных каких-то страхов, либо была угрожающая ситуация в детстве, где ребенок пережил какой-то стресс там, и в этом случае, как бы, да, ну, стрессы, с одной стороны, понимаете, вот я так тоже думала, ну, нельзя, вот идеально, вот прям вот сидеть, как хомяки в банке, да, чтобы все было хорошо, как вот нас любят обыватели рассуждать, вот сидят они в своих квартирках, евро-ремонт все сделали, там, у них трофейная иномарка за окном, ну, и все отлично, понимаете, там, и они еще требуют паркет, как говорится, везде, чтобы, то есть люди совершенно оторваны от природы, они не понимают, вот, схематики взаимосвязи какие-то, им нужно, там, они платят свои налоги, им нужно, чтобы кто-то что-то делал, то есть они не думают ни о чем, это потребительское мышление, сформированное за эти годы, и получается, что у таких людей, допустим, если вдруг стрессовая ситуация происходит, то это фиксируется больше, чем позитив, потому что они не ценят, такие люди, позитивные какие-то моменты в своей жизни, и что у них есть, они ценят свою жизнь только по минусам, которые, там, дырка в дороге, там, я не знаю, то случилось, это там, зарплата маленькая, или наоборот, там, высоко себя ценят, зарплата нормальная, но им все равно она маленькая, то есть сколько денег не дай, всегда будет мало, вот, то есть в этом случае, как бы, человек больше концентрируется на минусовых качествах своей жизни, не оценивая реальность адекватно, в позитив, за счет этого с годами формируется стрессовая ситуация, где у человека вдруг резко может потеряться то, что у него было как благополучие, начинается все с мелочей, если вы едете по дороге и замечаете только дырки, запомните в асфальте, и везде об этом кричите, у вас такая будет жизнь, потому что то, что вы видите, то формирует вашу потом реальность, к сожалению или к счастью, но это так, и если вы видите больше негативные аспекты, в чем-либо, соответственно, у вас такая будет жизнь, то есть при этом, опять же, панические атаки могут потом возникнуть у таких людей, потому что они потеряли какую-то точку, точку благополучности, да, вот это тоже сбой, закольцевали человека на сглазе или там, и так далее, сам человек был неправ, получил возвратный удар, потому что много гавкал в соцсети, что все не так, да, там, так он это и себе и притянул в итоге, или притянуло, особенно люди любят оскорблять, за базаром не следят, вот, в итоге, значит, и получается такая катавасия, у человека потом формируется блок в сознании, и на этот блок накручиваются проблемы, и вот через эту проблему у таких людей и у их близких могут быть те же самые панические атаки, уже приобретенные, не то, что про то, что я говорила с детства, работать с паническими атаками сложно, потому что здесь тоже нужно умение переконцентрировать себя на то, что надо, и прежде всего разобраться, где вы были неправы, где по отношению к вам были неправы, и снять негатив, то есть это уже более разносторонний негатив, это уже не то, что порча, вас испортили, это вы сами себя испортили, здесь существует принцип, что, что бы ни происходило, сам человек позволяет что-то, в свой адрес такое, поэтому в этом случае, если у вас существуют панические атаки, нужны какие-то, опять же, практики, вот, я стараюсь всегда на сеансах дать это, по разным отработкам, и, соответственно, и наработкам, и, соответственно, выход из этого, это момент переключения, то есть ни в коем случае себя не заглючивать самими, потому что есть люди, которые сами себя заглючивают на минусовые ощущения, которые в них присутствуют, или их кто-то заглючивает, и, соответственно, это происходит таким образом, как бы возникает страх, страх что-то потерять, страх, допустим, куда-то пойти, клаустрофобия и прочее там, например, ну, я не могу сказать, что я боюсь самолетов, да, я просто в свое время мы очень много гастролировали, как бы, да, с первым мужем, и с Родосветом, вот на самолетах ездили, у меня реакция, ну, сейчас не знаю, какие самолеты, вот мне Родосвет говорил, что самолеты сейчас другие, вот, но я до сих пор самолеты не воспринимаю, потому что, во-первых, это пространство между небом и землей, все, я уже нестабильность себя ощущаю, это не клаустрофобия, это, это момент, что я могу влиять на технику, я бы не хотела повлиять на технику, когда самолет летит в минус, вот, и второй, как бы, принцип, да, это, у меня уши болят, когда подъем резкий идет куда-то, да, там вверх, у меня это было, и мы в итоге потом купили машину, москвич у нас был, и мы ездили на машине, то есть самолет у нас был тогда, помню, в Сургут, и у меня и у Родосвета жутко болели уши, вот этот перепад высоты был, вот, и до сих пор я самолеты не воспринимаю, то есть у меня память того момента, она очень сильна, то есть, мало того, я не доверяю пространству между самолетом и землей, то есть вот этой пустоте, то же самое с морем, я люблю море, да, я в принципе, как бы вообще в прошлых реинкарнациях у меня это было очень сильно, абсолютно, да, там, как бы я в юности даже хотела в морское пойти, да, там училище или куда-то, но при этом, то, что, когда я к воде подхожу, к любой воде, я чувствую суть воды, и у меня наступает эффект такой, что я чувствую вот эту глубину, как живое существо, вот как лес, да, когда я вошла в лес, я ощутила, что все вокруг живое, вот то же самое с водой, с водой у меня даже это раньше было, то есть я это не воспринимаю просто как воду, вы зашли в воду, вода, я это ощущаю как живой организм, представляете, и я начинаю все это чувствовать, и вот эта глубина, да, там, и все, у меня уже идет момент, что это нестабильно, и то, что нестабильно, меня не устраивает, я, соответственно, поэтому Ногинская электросталь, самый оптимальный вариант, центр мира, для меня. Я тоже, честно говоря, недолюбливаю самолеты, но приходится на них перемещаться, особенно из Сургута. Я стараюсь избегать, да, из Сургута только на самолете, я думаю, я стараюсь избегать таких вещей, есть онлайн-связь, ну вот, смотри, в Санкт-Петербург, на автомобиле Ногинская карасяка, ездили, но там 4000 километров не особо по наездке, поэтому тут уже приходится... Ну это тоже тяжело, на самом деле, на автомобиле, это достаточно тяжело, потому что мы тогда, помню, тоже ездили много на автомобиле, это жесть, особенно если кто-то ведет, а кто-то рядом храпит и спит, это вообще-то, а ты едешь там в ночь. Буквально вот на выходные мы как раз сколько проехали? 2300 километров за 26 часов мы проехали довольно-таки. Ну я вас мониторила. Да, я знаю, благодарю. Я вас поддерживала. Мы ехали днем и ночью. Все прошло благополучно. Три водителя, это, конечно, легче, чем один. Ну да. Поэтому на автомобиле есть, конечно, свои плюсы, свои минусы, каждому свои. Вот Елена пишет, сын подросток, боится летать, ничего не могу поделать. Ну он чувствует то, что я вам сказала, он чувствует, он у вас экстрасенсорный, он чувствует вот это вот нестабильное состояние, и ну он в принципе и в машине-то, я вам скажу, тоже, знаете ли, там внимательность нужна, там как бы тоже все непросто. вот. Машину убаюкивают. Ну я включаю Мишу круга, у меня ничего не убаюкивает. На все улицы вечно шансон играет, у меня очень... Когда включаешь радио, конечно, какой-нибудь релакс, то там, да, убаюкать можешь конкретно. Кстати, скажу, убаюкивает очень сильно дорога, особенно платные участки дороги. которые ровные, без кочек и без дырок. Они абсолютно ровные практически везде. Вот. Вот. Да, за некоторым исключением. Поэтому дырки в асфальте нужны для того, чтобы человек не терял бдительность, чтобы... Да. Поэтому хвала тому, что у нас на русских дорогах есть дырки, которые мы иногда ощущаем. Но ведь это же тоже карма, смотри, Маргарита, это же тоже карма. Ну, не бывает идеальной ровной дороги. Ну, не бывает жизни у людей. Всегда бывает, едет-едет человек, раз, дырка в асфальте. Хлобысь там, какая-то сетуёвина. Раз, человек вылез из этой дырки с асфальта, поехал дальше. То есть всегда есть какой-то косяк, который надо преодолеть, чтобы подняться на ступеньку выше. С другой стороны, эта дырка может быть его и спасением. Может быть, там впереди какая-то авария, и она его затормозила. Тоже вариант, да, тоже вариант, что дырка, это в принципе учитель. Дырки в асфальтах, я считаю, это учитель, учителя наших автомобилистов и духовно, и предметно, потому что уже люди едут, они держат руль. А так, получается, человек привык, что всегда гладкая дорога, и момент, где-то камешек не туда попал, и всё, и у человека уже косануло руль, и всё, и дальше что? Кстати, вот по платным дорогам, ещё скажу, у них ограничение скорости 130 по трассе. Я по платным не езжу, я только по дырявам езжу. 130 ограничения, освещение, транспорта практически мало, и в конце концов, эта дорога тоже убаюкивается. Где-то есть плюсы, мы приехали гораздо быстрее, где-то есть минусы, действительно, что убаюкивается. Вообще любая дорога убаюкивает. Если не досып хронический, убаюкать может любая дорога. Я езжу всегда, применяя свою медитацию, потому что у меня разные виды этой медитации, и я езжу на, просто практически меняю в себе энергию на какую-то адреналиновую. Естественно, кофе тоже покупаю, но кофе как раз усыпляет, как ни странно, я заметила. Да, какой-то эффект. Ты выпил, вроде вздрючился, а потом конкретно усыпил. Это, кстати, наукой доказано, эффект 30-го километра у дальнобойщиков, когда они выпивают кофе, вроде взбодрились, а вот на 30-м километре начинает действовать вещество, содержащееся в кофе, которое имеет совершенно обратный эффект. Да, да, да. Начинает засыпать, поэтому кофе на трассе лучше не пить. Не, лучше зеленый чай, черный, но я, кстати, зеленый никак не очень люблю пить. Я вообще чагу пью, я заварю чагу, но она, кстати, очень абсолютно нормальная, но в дорогу, она нейтральна, но в дорогу все-таки лучше что-то типа чая, тогда если не кофе. Крепкого. Крепкого чая. Да. Надо пойти мне попить чай, наши еще работа. Да, мы на сегодня, наверное, мы завершим нашу программу. Благодарю, Елена, было очень интересно. До следующей среды. Пока. Да, пока.